Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих белорусских друзей и вас, подписчиков, я хочу связать конкретно мушку, которая ловит очень хорошо окуня, красноперку и платву. Для изготовления нам понадобится совсем минимальное количество материалов. Я постараюсь это, как вы просили, чтобы было все очень доступно. Крючок обыкновенный, как я уже неоднократно показывал в своих фильмах. Подогнул колечко, огрузил обыкновенным листовым свинцом. В качестве хвостика я беру остатки вот таких перьев, которые у меня есть. Нет, у вас можно использовать кусочек пряжи, шерсти, все, что у вас будет ярко-красного или оранжевого цвета. И крепим здесь, у свинца. Изготавливать возможно, как в простом варианте, неогруженном, в легком, так и как вот у меня, можно спокойненько изготовить, чтобы забрасывать еще и ультралайтом. Хвостик изготавливаем небольшой длины, так, чтобы он слегка выходил только лишь за загиб нашего крючка. Нить оставляем здесь, убираем, она нам пока уже не нужна. И теперь я беру другую нить, несколько потолще, но белого цвета, для того, чтобы мы изготовили тело. Тело можно изготавливать из любых материалов, какие у вас будут под руками. Даббинг, люрекс, фольга, ну, все, что вам будет близко это, по вашим материалам. Потому что само тело не критично, какого будет цвета или как будет изготовлено. Теперь я беру жесткий люрекс, крученый, вот такой. И укладываю его здесь у хвостика так, чтобы слегка на две длины он выходил у меня за мой хвостик. Буквально парочку прядей будет достаточно с одной стороны. Переламываем замком и крепим с другой стороны. Подровняли наши края, обрезали. У вас должна выйти вот такая вот конструкция, типа небольшого ежика из люрекса. И теперь немножко подровняем наше тело. Закрепим один из элементов, которым мы будем сегментировать наше тело. Это может быть проволока, это может быть леска, это может быть люрекс, все, что угодно. Тело у нас будет достаточно крепкое и без этого. Поэтому я его добавляю в качестве небольшого привлекающего элемента. И вот так немножечко выровняем все, чтобы при намокании не сильно наше тело проявилось. Изготавливать будем тело из даббинга. Я буду изготавливать. Вот в таких шерстяных наборах. То ли оранжевого, то ли морковного цвета. Немножко не поймешь, но достаточно яркий, эффектный даббинг. Промажем немножечко клеем нашу нить. И сделаем не совсем толстую даббинговую веревочку. Учитывая то, что моя пряжа, вот как я вам показываю, она штапельная. Мне легче взять вот так прядь. И аккуратно эта прядь уже у меня ложится на мою нитку. Не надо сильно тратить много времени на прокручивание. Удерживаем нашу пряжу рукой. Вместе с ниточкой. И аккуратно начинаем формировать тело. Создавая небольшое утолщение в центре. То есть должна быть небольшая конусность. Оттенок, как я говорил, уже тело можно использовать практически любой, как вы захотите. Но желательно, чтобы был привлекающий. Дошли до окончания нашего свинца. И здесь мы немножечко с вами добавим теперь чуть-чуть вот такого даббинга желтого. Сделаем небольшой контрастный переход. Желтого, лимонного. Какой у вас будет под руками. Так как те элементы, которые мы будем крепить в дальнейшем, у нас, чтобы контрастировали с нашим телом. Точку можете эту себе изготовить. И, допустим, тело черным, это красным. Как вам будет более удобно по вашему даббингу. В процессе изготовления вы сами увидите, в чем был смысл изготовления всех этих бортиков. Теперь мы берем наш люрекс и сделаем сегментацию по телу. Как я уже говорил, закрепляющего элемента как такового люрекс не несет. Только лишь для того, что в процессе рыбалки у нас тело намокает. И боковые перья, которые будут выполнять функцию крыла, у нас будут хорошо видны просвечиваться. Отрезаем остатки. Нанесем капельку клея на место крепления и поменяем нить. Заменили нить. И теперь нам понадобится с вами, как я уже показывал неоднократно в фильмах, достаточно такой нежный мех, который кролик не годится. Можно использовать мех белки. У меня, допустим, маска песца, поэтому я возьму мех из маски песца. Совсем-совсем небольшое количество меха, для того, чтобы сформировать крыло. Оно будет выступать у нас в роли стабилизатора, так как при больших проводках стример может срываться на прокручивание. Чтобы этого не наблюдалось, мы установим с вами небольшое крыло. Убираем подшерсток. И у нас с вами вышла вот такая неровная кисточка. Вступочку. И подровняем немножечко с вами наш мех. Я обычно, если его много, могу вот так подстукивать. Не обязательно тарабанить по столу. Вытаскиваем наш уже подравненный мех. Убираем волоски, которые длинные, поломанные, короткие. И примеряем длину. Совсем-совсем немножечко. Вот как кисточка для рисования должен быть наш хвостик. Больше не надо. Приблизительно так, чтобы доходил, ну, немножко до хвоста. Остатки отрезаем. На место крепления нанесем капельку клея и закрепим наш материал. Крыло можно изготавливать, как из остатков перьев. То есть, это выполняет у нас только лишь функцию стабилизатора. Никакой привлекающей нагрузки наше крыло не несет. Оставляем в таком положении. И теперь я возьму, потому что больше у нас возможности не будет добавить блестящих элементов. Возьму обыкновенный, вот такой, нехорошего качества люрекс, который в процессе рыбалки уже у нас потом выровняется. И совсем немножечко, буквально вот прядь я закреплю сверху. Закрепили материалы. Я немножечко капнул клеем, для того, чтобы покрепче держалось. И теперь нам понадобится, ну, вот такие есть скальпы для стримеров специально. Гризли флюо, такого цвета шартрес. Если у вас по каким-либо причинам этого нет, можете использовать обыкновенное перо, которое вы для себя, допустим, можете приспособить. Как такое, такое, любое. То есть, для того, чтобы сделать привлекающий элемент по бокам. Я подготовил два перышка из скальпа петушка этого, крашеного, гризли. И теперь нам необходимо с вами вымерять длину. Длина должна у нас доходить приблизительно до окончания нашего люрекса. Теперь я удерживаю наши перья вместе, вот как они у меня стоят. И в точке, где я для себя уже подготовил их длину, укладываю вот так по обе стороны. Слежу за тем, чтобы мое перо никуда не убежало. И закрепим здесь перо. Подрезали наши остатки пера. Но одно вот перышко я оставил, так как опушку нам все равно необходимо изготавливать. Чтобы не крепить новое перо, я выполню опушку этим пером. Аккуратно увели все бородки назад. И буквально здесь нам с вами хватит пару-тройку оборотов выполнить опушку. Выполним опушку, сделаем завершающий узел. Сделали опушку, нанесли капельку лака на головку. И в начале фильма, когда мы вязали, оставляли нитку здесь у колечка, у загиба. Она нам не понадобилась, так как наши два перышка очень хорошо и ровненько легли вдоль тела. Если перо непослушное, тогда можно примотать этой ниткой. А так, в принципе, это все. Наш уже стример такой готов к рыбалке. Если изготавливать его, начинать с номера 16, практически любую мелочь, которая есть, можно будет собирать в этом водоеме. Ну а в таком исполнении на крючке номер 10-12, это окунь, щука тоже срезает, поэтому будьте очень осторожны. Платва, Красноперка, Галавль. Все. Благодарю за внимание. До скорых встреч.